У нас в гостях народный артист России Андрей Гуревич и лауреат международных конкурсов Вадим Шелепов. Это единственный и постоянно действующий в России дуэт Балалаек. Не так давно наши гости приняли участие в престижном международном конкурсе. Расспросим обо всем прямо сейчас. Расспросим обо всем. Расспросим обо всем. Слушайте, я даже не знаю, как вот можно, когда у нас дуэт Балалаек в студии, не броситься в пляж. Я сдержалась, но заметила, что Вадим особенно как-то дышал во время игры. Слушайте, это как-то так у вас модно у балалаешников не дышать? То есть когда какой-то идет прям аккорд совместный, вы так делаете и пошли вместе. Так надо? Или это так нечаянно происходит? Нет, мы по очереди дышим. У вас общий воздух, вы его как-то делите, да? Видишь такое выражение, на одном дыхании. Это вот прям так сосредоточено, что ли, что не дышите? Вот реально прям не дышали. Да вы знаете, как мы на этом не зацикливались. Вот я вам сейчас открою тайну. Мы не обращали внимания, но... Хочется узнать прежде всего про ваши инструменты, потому что, насколько мне известно, по крайней мере у Вадима инструмент действительно уникальный. Так ли это? Так, вот инструмент, который вы видите у меня в руках, достаточно... Сколько ему лет? Ну, точно сказать, к сожалению, невозможно. Но даты, к сожалению, нет. Мастер не оставил. Но предположительно, это конец 19-го, начало 20-го века. Да вы что? Потому что вот вы видите вот такую колковую механику, да? Так. Вот, насколько известно, я с многими мастерами общался, вот такая механика ставилась на инструменты, на домры, на баалайте, только в конце 19-го века, в начале 20-го. То есть такой вот... Вот такой механики вы сейчас на современных инструментах не увидите. Вот головка этого инструмента сохранилась вот практически в перозданном виде, в котором она была, ну, примерно 120 лет назад. Практически музейный экспонат сегодня у нас в студии. Ну, можно так сказать. Андрей, а вашему инструмент сколько лет? Ну, мой инструмент гораздо более современный. Тоже очень хороший мастер, московский Владимир Петрович Чапаренко. Он, слава Богу, живет и здравствует до сих пор и делает инструменты. Инструмент 1989 года. Это называется относительно новый инструмент вот этого, да? Ну, инструмент это не возраст, я вам хочу сказать. Поэтому считается, что достаточно такой новый инструмент. Я его приобрел за год до окончания консерватории. То есть я консерваторию заканчивал с этим инструментом. А про инструменты Вадима я вам хочу такую историю рассказать, что несколько лет назад, когда Вадим жил в Санкт-Петербурге, потому что он закончил там консерваторию и какое-то время работал в оркестре имени Андреева. Ну, мы с ним частенько перезванивались, переписывались. Ну, и звонит у меня несколько лет назад, говорит, Андрей, ты не представляешь, я купил посербского. А это вот знаменитые мастеры, которые, ну, можно провести аналогию, да, что вот скрипичные мастера, которые стали легендарными, скажем, Гланери, Страдивари. У нас Налимов посербский, вот посербский, один из первых мастеров, который делал инструменты. И вы сразу понимаете, цена, ну, 1200, 300. Это ладно. 400. Это ладно. У меня же, как у любого нормального человека. Зависть, что ли? Конечно. Да вы что, вы поругались потом на республике? Белое, без беден. Было белое. Сначала было белое. Когда он мне сказал, что он привел в посербка, когда он мне сказал, за какую цену он приобрел, вот тут у меня белая моя зависть начала понемножку чернеть. Когда он мне озвучил сумму в 8 тысяч рублей. Сколько? 8 тысяч рублей. А где вы купили так? Давайте проверять, это подделка. Я могу историю продолжить. Я случайно зашел на сайт из рук в руки. Знаете, газета такая есть? Знаем, такая газета есть. Вижу объявление, продам балайку антикварную, конец 19 века. Наверное, какой-то розыгрыш, скорее всего. 8 тысяч рублей. Продавец в Москве. Я набираю номер, звоню. Говорю, здравствуйте, вы инструмент продаете? Да, продаю. Такой-то, такой-то, да, такой-то, такой-то. Но по общему описанию я понимаю, что это действительно такой инструмент. Я говорю, а почему вы его не предложите в музей, например, продать? Он говорит, вы знаете, я был музеем имени Клинки. В Москве есть такой музей музыкальных инструментов. Мне сказали, что такого добра у нас полно, продавайте сами. Вот подождите, стойте, сейчас я вас прерву, потому что нам необходимо прерваться на небольшой блок новостей. Сразу после возвращаемся в нашу студию и слушаем продолжение этой страшной истории. Дуэт виртуозов-балалайщников Андрей Гуревич и Вадим Шелепов появился несколько лет назад, когда выпускник Санкт-Петербургской консерватории Вадим Шелепов принес на репетицию оркестра свою авторскую обработку для двух балалайок, популярной песни «Смуглянка». Музыканты сыграли и решили, что сольная карьера – это, конечно, здорово. Но дуэтное исполнительство – эксклюзивный жанр, который будет пользоваться огромным успехом у зрителей. Музыканты сыграли и решили, что сольная карьера – это, Музыканты сыграли и решили, что сольная карьера – это, что сольная карьера – это, конечно, дуэтная карьера. Андрей и Вадим снова не дышали, играли для нас специально дуэт балалайк сегодня у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли еще раз вам. Скажите, пожалуйста, вот мы не закончили, Вадим, с той самой страшной историей про то, как вы за 8 тысяч рублей купили уникальную, раритетную балалайку. Итак, продолжение истории. Музеи такое не принимают, сказали добро. Да, и человек попытался сам реализовать, значит, через газету из рук руки. Не хочу получиться. Молодец, реализовал в нужной руке, я считаю, инструмент. Вот подождите, все-таки вы купили за 8, а на самом деле, как вы считаете, сколько бы такой инструмент стоил бы? На самом деле, вот я совершенно недавно видел объявление в газете, но там человек уже знающий продавал. Вот такой инструмент стоил порядка 200 тысяч. Я так понимаю, что вот на балалайках можно играть же всевозможные композиции, порой самые даже неожиданные. Совершенно верно. Балалайка, особенно в последнее время, стала инструментом, ну так скажем, всеядным. То есть можно играть любой репертуар. Нет, ну понятно, что обработки русских народных песен и танцев – это святое. Это самбофилил. Помимо этого, академический, классический репертуар, как русский, так и зарубежный. Более того, на балалайке, особенно в последнее время, стали играть музыку эстрадную, джазовую. И в последнее время молодые композиторы, талантливые композиторы пишут оригинальные произведения именно для балалайки, как для концертного инструмента, то есть которые не стыдно вынести на концертную астраду. То есть получается, что нынче балалайка, что называется, это такой вот, ну как бы практически сольный уже концертный инструмент, он не там где-то вот на задних рядах какие-то мотивы мы улавливаемые, а прямо вот для них пишут какие-то конкретные, да? Можно сказать, что балалайка становится в плане вот репертуара, становится постепенно инструментом универсальным, на котором можно играть практически все. Ну и это не может не радовать. Я бы хотела еще затронуть тему вашего знакомства. Я знаю, что было это в Санкт-Петербурге, насколько мне известно, когда Вадим принес какую-то обработку с муглянки, по крайней мере так у меня написано в профайле. Ну не совсем так. Ну расскажите, как вы познакомились, как вы все-таки соединились, стали дуэтом? Я закончил консерваторию в 2003 году в Санкт-Петербурге. Так получилось, что мой педагог Александр Брэйшшалов умер, когда я учился на четвертом курсе. И мне пришлось в аспирантуру поступать здесь, в Новосибирске, в Новосибирской консерватории. Поэтому после окончания Петербургской консерватории в 2003 году я вернулся в свой родной город Новосибирск. поступил в аспирантуру и буквально через неделю, по-моему, где-то устроился в ноябре месяце, по-моему, 2003 года, я устроился в оркестр еще радиотелевидения. Так то есть вас с муглянка в итоге связала или нет? Ну да, по крайней мере это было первое произведение, которое мы сыграли вместе. Ну одно из первых. Ну, наверное, первое все-таки, да? Нет, первого мы сыграли Сыпь Семен у Николая Николаевича Самойлова на юбилее. Да, одно из первых. Вот он, собственно, являлся нашим крестным отцом, можно так сказать. Вот, он предложил нам сыграть дуэтом у него на юбилее. Мы, в общем-то, откликнулись на его предложение. Почему бы не попробовать? А откликнулись, пожалуйста, теперь на наши предложения, особенно на предложения наших зрителей, и сыграйте нам что-нибудь такое, что для Балалайка, в общем-то, не всегда приемлемо. Какое-нибудь такое, не знаю, может быть, обработка какого-то... инстру... не знаю, какую-то новую композицию, или, может быть, старую, которую мы не привыкли видеть, опять же, в балалайшном исполнении, что называется. Популярная песня в исполнении знаменитого певца Ив Монтана. Так. Буквально кусочек попробуем. Давайте. Здравствуйте, Монтана. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что ж, под эти ноты мне остается сказать вам до свидания еще раз и поблагодарить наших гостей за то, что пришли и вот так чудесно, на балалайках сыграли нам множество интересных произведений. Спасибо большое, что пришли к нам. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова